На заводе по переработке шин говорят, что компания-оператор РОП получает по 37 тенге за каждый килограмм, ввезённый в Казахстан, автомобильной резиной. Часть собранной суммы, согласно договору, компания должна передавать заводу в столице. Но руководство, остановившего работу предприятия, утверждает, что большая часть денег направляется не на переработку, а на транспортировку. Когда на переработку отдают 3,5 тенге, на логистику отдают 26 тенге, уже тут возникают вопросы, правомерные вообще их действия. Этим должно вообще заниматься государство, потому что всё-таки распределять, развивать какие-то сферы, ну, частникам, тем более, утилизации, в интересах только государства. Компания-оператор РОП создана в 2016 году. По официальной информации, за три года она собрала 12,5 миллиардов тенге. 11,5 миллиардов направила на переработку и утилизацию. Оператор РОП считает, что не имеет отношения к закрытию завода. Здесь говорят, что предприятие не участвовало в открытых тендерах и погрязло в кредитах. Мы стали осуществлять выплаты и заключать контракты на выплаты на основе тендера. В противовес, эта компания предлагала осуществлять закупки, скажем так, по прямым контрактам. То есть напрямую просто заключать с ними контракт, что, естественно, является для нас неприемлемым, как для публичной компании. О том, что завод не смог обслуживать взятый в 2008 году кредит, говорят в инвестиционном фонде Казахстана. Так дважды мы предоставляли. Дважды заключалось мировое соглашение. То есть это было в 2014 году, когда только проект перешел к нам в фонд, и в 2017 году. В 2018 году мы были вынуждены уже обратиться к судебным исполнителям, чтобы они производили определенную работу. Экола Казаматхана Миртай говорит, что на прошлой неделе во время встречи с президентом Казахстана говорил о перерабатывающем заводе. По его мнению, на остановке предприятия сказалось открытие оператора РОП. В социальных сетях пишут, что за созданным по постановлению правительства товариществом оператор РОП стоит Алия Назарбаева. Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В обществе говорят, что за этой компанией, компанией РОП, стоит Алия Назарбаева. Насколько это правда? Ну, я скажем так, не знаю. Насколько я знаю, нет. Завод по переработке шин Казахстана Раббер Ресайклинг открылся в 2008 году. До 2017 года он перерабатывал до 20 тысяч тонн шин ежегодно. Сейчас инвестиционный фонд Казахстана ищет для завода нового инвестора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова